В Таджикистане предъявили обвинение в терроризме семи гражданам республики, в их числе два воскопоставленных офицера Минобороны страны. Об этом сообщает Интерфак со ссылкой на МВД Таджикистана. Правоохранительные органы считают, что обвиняемые прямо или косвенно помогали бывшему замминистра обороны Абду Халиму Назарзаде в его нападениях на милицию. Что касается самой этой банды, которую он возглавляет, то спецоперация против нее продолжается и в эти минуты. За ходом борьбы террористами следит Артем Потемин. Спецоперация в Рамидском ущелье по ликвидации террористической группировки, возглавляемой бывшим заместителем министра обороны Таджикистана Абду Халиму Назарзаде продолжается. По сообщениям МВД Таджикистана в воскресенье силовикам в ходе боестолкновения удалось обезвредить четырех боевиков. Еще семеро бандитов были задержаны. У них изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов, в том числе 18 автоматов и более 50 магазинов к ним. Сколько еще боевиков скрывается в ущелье неизвестно, однако по данным правоохранителей число их не превышает 10 человек. Всем им поставлен ультиматум, либо они добровольно сложат оружие, либо будут уничтожены. Началось и расследование по делу о нападении на милиционеров и оно уже дало свои результаты. Так, например, были задержаны два высокопоставленных чиновника Министерства обороны республики, которые по версии следствия знали о готовящихся терактах, но ничего не предприняли, чтобы предотвратить их. Между тем, правоохранительные органы опровергли информацию о том, что 5 сентября преступники напали на пост ГАИ на востоке Душанбе, когда якобы в очередной раз погибли сотрудники милиции. Обстановка в столице республики все выходные была спокойной. В частности, международный аэропорт Душанбе работает в обычном режиме. Все рейсы вылетают и прибывают по расписанию. В самом городе воскресенье на улицах было достаточно многолюдно. Горожане по традиции гуляли семьями в парках и возле основных достопримечательностей. Например, на главной площади Дусти. В городе, конечно, усиленной меры безопасности милиции на улицах стало в разы больше, чем в обычные дни. Сотрудники МВД патрулируют практически все основные магистрали, а на выездах из города установили дополнительные блокпосты. Сегодня же было объявлено, что все крупные рынки Душанбе будут закрыты, по крайней мере, до 10 сентября, дабы избежать массового скопления людей и возможных провокаций. Однако магазины, торговые центры и кафе продолжают работать. В свою очередь МВД республики просит граждан быть бдительными и сообщать правоохранительным органам о всех подозрительных лицах. Артем Потемин, Вести, Душанбе, Таджикистан.